Всем здравствуйте! У нас продолжение нашего разговора про архитектуру RISC-V. И мы сегодня поговорим про таймеры, счетчики, часики, про все, что обновляется внутри компьютера. Мы можем к этому иметь доступ. Вот. Я в свое время, когда готовился к этой лекции поначалу, прочитал некоторую статью на Хабре, на которую вот тут идет ссылка. Вот. Про виртуальное время. И танцевал от нее. Но потом мы, значит, когда обсуждали вот этот текст и план с сокращенцем, выяснилось, что не зря я обратил внимание, когда читал эту статью, на то, что в разговоре про счетчики, таймеры и все остальное очень-очень-очень много легоси. Вот. Это связано с тем, что в пресловутой фундейминской архитектуре ничего про таймеры сказано не было, никакого ну что ли, универсального стандарта по тому, как не просто взаимодействовать с внешним миром. А взаимодействовать с внешним миром на регулярной основе, как это причем, возможно, даже период вот этого обмена информацией должен быть очень небольшим, маленьким, никакого стандарта не было, а потребность была почти сразу. Вот. Любые вычисления, управляющие чем бы то ни было, в реальном времени, нереальном, в каком угодно, требуют доступа к каким-то часам. Вот. Поэтому, как полагается в истории вычислительной техники, задачи решенные, значит, актуальные, задачи актуальные там полвека назад и решенные техническими средствами полвековой давности потом превращаются в легоси и живут еще очень долго. Может быть, больше, чем полвека. Вот. Значит, цели, это не совсем задачи, цели, да, зачем? Зачем нам нужно знать время? Почему возникают задачи работы с таймером? Цели, зачем нам нужно знать время? Их, условно, примерно три. Во-первых, и в главных, это определять порядок, относительный порядок событий относительно друг от друга. Порядок того, что мы выполняем, как-то должен быть представлен во времени. Что это такое? Это, возможно, просто часы, на которые периодически смотрят некто, кто этот порядок определяет, какой-то процесс. Возможно, это не просто часы, а еще некий инструмент, который в определенный момент или даже периодически прерывает выполнение основного, основной поток выполнений переключает его в обработчик этого самого прерывания по таймеру, собственно, о чем мы сегодня будем говорить. То есть, когда мы определяем относительный порядок, нас не очень волнует астрономическое время, но нас точно очень волнует, кто был раньше кого. Хотя бы там с определенной точностью, с определенным разрешением. Тут же сразу вводятся два понятия, которые я уже перепутал, а они не равны друг другу. Это точность и разрешение. Значит, разрешение таймера это какой минимальный интервал он способен показать, то есть, когда мы упорядочиваем событие, какой будет минимальный интервал между этими событиями различимый, не равный нулю. Это разрешение. А точность это когда этот таймер, в общем, как-то гуляет. У него, если взять, засечь по каким-нибудь более точным часам, выясняется, что его периоды не совсем одинаковые. Если они уж очень страшно не одинаковые, то мы можем даже перепутать порядок выполнения событий. Если у нас где-то в табличке написано, что одно событие должно там произойти через 10 каких-то оборотов таймера, а другое через 15, а потом выясняется, что по какому-то непонятным причинам эти два разных неточных таймера, короче говоря, эти 10, эти 15 как-то плохо соизмеримы друг с другом, 15 закончились раньше, чем 10, если таймер был 2 и так далее. Хотя мы предполагали, что, допустим, у нас есть один таймер, и производная от него с существенным, более высоким разрешением, умножаем, он умножает его на 1000 или на 1024. Мы вправе ожидать, что 1024 оборота вот этого производного таймера с умножителем будет равно одному обороту таймера исходного. Но вот если они уж сильно как-то бесчинствуют, то, может быть, они даже и разойдутся, и у нас будут проблемы с упорядочиванием. Но, как я уже сказал, скорее всего, для таких задач необходимо периодически обрабатывать некоторые прерывания, так же, как мы в прошлом разговоре разговаривали про обработку исключений. Только это прерывание автоматически сбрасывается в поток выполнения со стороны внешнего устройства под названием таймер. Следующая группа это, собственно, для измерения процессов. То есть, мы заряжаем некий секундомер, а потом, значит, смотрим, смотрим, сколько времени прошло. Сюда же, как частный случай, относятся вообще настенные часы, которые показывают некоторое астрономическое время. Но важно именно в этом случае не относительное упорядочивание, а какое-то абсолютное значение. В чем оно будет измеряться в секундах или в каких-то там попугаях, в тиках количество морганий и лампочки, это тоже вопрос, который надо будет решать. Секундомеры это те, которые тикают на каждую условно секунду, и мы проверяем, что в эту секунду произошло. А таймеры это фактически то, что чаще всего используется, когда мы заряжаем некое устройство, чтобы оно сработало через определенный интервал, оно срабатывает через определенный интервал. Таймер, будильник. Нет, будильник это отдельно. Будильник это такое странное отдельное устройство, которое, например, умеет пробуждать процессор. То есть, оно настолько внешнее по отношению к процессору, что у него отдельное питание, вообще отдельное все, батарейка какая-то. То есть, нам нужно предусмотреть некоторую аппаратную возможность не просто прерывать поток вычислений на процессоре на обработку прерывания, но даже оперировать самим процессором по некоторому расписанию, например, будить его из спячки в определенное время или по определенной по определенному состоянию аппаратуры неравны процессору и так далее. Значит, что бывает важно вот в этих трех целях? Скорее всего, таймеры, которые заряжены на определенный интервал, должны быть достаточно точными, иначе нам можно было тупо посмотреть на какие-нибудь постоянно идущие часы и сравнить время. А что касается будильников, то есть специальных внешних устройств, от них как раз не требуется суперская точность обычно. Мы можем, наверное, захотеть, чтобы наше устройство с точностью до миллисекунды просыпалось или даже микросекунды захотеть. Но, вредно, такие задачи бывают. Обычно нам бывает нужно, чтобы устройство пробудилось, пошуршало каким-то восстановительным процессом и заработало в условно-определенное время. Так что, опять же, так исторически сложилось, что некоторые из этих устройств более точные в этом смысле, более дорогие или с более существенным разрешением. А некоторые по-другому дорогие. Они настолько внешне, что для того, чтобы их производить, для того, чтобы до них достучаться, нужно проделать целую процедуру. Вот. Все это, это то, чего мы изнутри программы или изнутри какого-то кода на нашем процессоре хотим видеть. Внешнее устройство, которое все это нам предоставляет, называется, условно говоря, таймер-счетчики, потому что он, разумеется, совмещает и то, и другое. В себе он умеет и тикать, и, значит, посчитать, сколько раз он потикал. Вот. Как правило, для этого используется что-то типа кварцевого генератора или прямо сам кварцевый генератор конкретный. Вот. То есть эти колебания, эти тики, они чисто аппаратные. Вот. Ну, вот такие, условно говоря. Вот. И на каждой из этих тиков что-то происходит чисто физически, там где-то загорается сигнал, потом где-то он гаснет, и что-то мы с этим делаем. Вот. Вообще говоря, такие таймер-счетчики, всякие генераторы частот, нужны в компьютере даже не столько для процессора, сколько для всяких странных внешних устройств, которым как раз очень важно синхронизироваться с некоторой частотой, что-то с этой синхронизацией делать. Вот меня сокращенец очень-очень долго грузил широтно-импульсной модуляцией, в которой я не понял ничего, потому что я не понял, зачем это нужно процессору. Вот. Но зато это нужно, например, экрану телефона. Вот. Потому что если телефон будет моргать с тем количеством кадров, которые у вас выведены на экран, у вас глазки вытекут, он должен моргать гораздо сильнее. А чтобы моргать гораздо сильнее и при этом не впадать в ситуацию, что он будет показывать в силу, значит, некоторых причин постоянно какой-то чернеющий экран, надо там делать какую-то синхронизацию очень четкую, ну и так далее, и так далее, и так далее. Там есть статья на эту тему в Хабре. Вот. Очень развесистая, никакого отношения к нашей семье не имеющая. Вот. То есть эти вот таймер-счетчики используются не только говорить, и даже не столько, а по большей части для управления внешней аппаратурой, которой нужно... Вот. Еще, значит, помимо кварцевых генератора, вот тут к нам пришел сокращенец, говорит, что это самое... Есть еще и РЦ-генератор, про который вообще не упомянул, я не знаю, что это такое, давайте почитаем на всякий случай. А, ну это осциллятор, понятно, да. Значит, это просто некоторая схема безо всякого, безо всякого, как я понимаю, кварца, просто, значит, у нее есть... Это контур, который сам себя переключает по кругу. У него, видимо, точность должна быть невысокая. Вот. Стабильность, да-да-да, один процент. Но, понятное дело, это буквально несколько ключей на камне, их можно прямо вот засандалить, пускай они генерируют какую-то высокую частоту, дальше мы с ней разберемся. Ну вот. Значит, еще раз, что нам нужно от такого вот устройства? Стабильность, она же точность. Вот. Но только не совсем. Точность, это, так сказать, действительно ли он моргает раз в секунду, а стабильность, если мы возьмем миллион секунд, действительно ли это будет миллион секунд, насколько он будет гулять вот в пределах этого дела. Вот. То есть, наоборот, точность, это чтобы он вот эти секунды считал всегда не отставал, не спешил, а стабильность, это чтобы он не гулял. Разрешение. Ну, секунды это обычно очень мало, нам нужны миллисекунды, микросекунды, наносекунды, ну, что-то такое. Вот. Привязка или отвязка от астрономического времени, в чем будет считаться вот этот самый тайм? Вот. В некоторых случаях нам, конечно, очень хочется, чтобы он считал в тех единицах, которые мы замеряем, а в некоторых случаях, наоборот, не хочется. В некоторых случаях нам как раз хочется, чтобы он показал ровно, например, сколько тактов процессора прошло. И если сам процессор гулял по частоте, то пускай он нам покажет именно сколько тактов прошло, потому что, например, для задачи оценки сложности вычислений нам нужно знать количество операций. Вот. Как вообще к этому таймеру далеко ходить? Потому что, если он является внешним устройством, замаплин куда-то на Mio, мы сходили к Mio, Mio что-то там, это самое, этот самый, контроллер шины что-то там такое подумал, сказал, что нет, это не на шине, идите к внешнему устройству. Мы сходили к внешнему устройству, получили какие-то данные, все это происходит долго-долго-долго-долго. Вопрос, насколько актуальны те счетчики, которые мы в этот момент прошли. Эта задержка при чтении должна быть достаточно актуальна. Вот, кстати сказать, маленькая реклама, если кому интересно про шим, в Каракатице, точнее не в Каракатице, а во всем комплекте, в контроллерах, которые есть на Каракатице, есть экранчик, и, соответственно, есть к нему шим, и про этот шим рассказывает сокращенец вот у себя там в девятой главе. Если наш таймер, неважно, счетчик, очень быстро накапливает значение, то, скорее всего, он быстро переполнится, и вообще, так говоря, надо его сбросить. И тут начинаются всякие интересные проблемы. А вот как его сбрасывать? А вот если мы сбросили, то вообще-то надо кого-то предупредить, что у вас сегодня было время, в этот момент у вас было время там 100 миллионов, а еще через момент время откажется там 3, да, оно внезапно уменьшится, нарушится правило монотонности. То есть, вроде бы, часы это монотонный таймер, да, но часы, которые считают там микросекунды, они очень быстро сбрасываются. Кто-то должен это вот определять. Программа это должна, наверное, как-то определять, ее надо как-то предупреждать. Иначе у нас не получится монотонные часы бесконечного объема, да, вот, как в питоне. Эти целые числа любого размера. У нас такого не получится. Вот. Ну и энергонезависимость. Мы уже говорили, что в некоторых случаях такие железяки должны уметь работать вообще в выключенном состоянии, по крайней мере, в состоянии, которое процессор считает для себя выключенным. Вот. Если устройство, устройство, вот это устройство времени, неправильно сказано, таймеров, вот этих таймер-счетчиков, или, точнее, их представителей с точки зрения программиста, несколько, то надо как-то синхронизироваться. Да, между ними. Ну, например, у нас есть часы, которые тикают по времени, а есть, допустим, не знаю, там, счетчик морганий какого-то внешнего устройства. Вот оно помыргивает. И нам бы очень хотелось, чтобы оно помыргивало там 10 раз в секунду. Оно так не делает. У нас есть два счетчика, и они явно расходятся. Мы понимаем, что вот это не 10 раз в секунду, а 10,01. Значит, через какое-то время это надо как-то программно корректировать, если возможно, поправить частоту внешнего устройства, поправить частоту, если нет, надо просто реально каждый раз пододвигать, перезапускать, чтобы, значит, эти моргалки в конце концов не разъехались. Вот. Это дело, скорее всего, программное. Вряд ли счетчики будут сами друг с другом как-то аппаратно, значит, синхронизоваться. Вот это все. Вот. Устройство времени, счетчики, все остальное условно можно разделить на две категории с половиной. Это действительно внешние устройства, которые представлены в виде внешней микросхемы. Вот мы видели железяку под названием кварцевый генератор, соответственно, на нее можно навесить вернее, кварцевый резонатор, на нее можно навесить что-то, получится кварцевый генератор. Вот. Как какие-нибудь часы всякие, которые вот в современных компьютерах существуют, например, high-position timer, это внешнее устройство, причем довольно сложное, вот, к которому по разным хитрым протоколам надо ходить. И так далее. Внешнее устройство. однако, однако, вполне себе, таймеры могут быть и внутренними. Например, вот этот RC, его часто делают, про который только что нам рассказал сокращенец, его часто делают прямо на процессоре. Это несколько ключей, которые дают какой-то сигнал, мы этот сигнал можем поделить на 100 миллионов, получить, в общем, какую-то условно-равномерно моргающую ячейку в памяти, не ходя ни к каким внешним устройствам. Или счетчики инструкции, счетчики тактов, то есть какая-то информация, периодически обновляющаяся, монотонная, скорее всего, если это счетчик, но зависящая не от внешнего устройства, а прямо от процессора. Есть еще один вариант, когда мы внутри процессора имеем доступ к внешнему таймеру, и он действительно внешний, а потом начинаем его делить, умножать, раздавать на другие уровни выполнения, куда-нибудь в юзер-спейс, не имеет же, нет уже смысла всем, всем, всем давать доступ к этому самому внешнему медленному устройству. Пускай ходят в какое-нибудь специальное устройство, в специальную ячейку, которая будет процессором обновляться на основании значения внешнего таймера, но уже быть настоящим таким ЦСРом. Помните, ЦСР, Control State Register, вот к нему ходить. Зачем нам ходить в МИО куда-то наружу? Вот. Что касается конкретно кварцевого резонатора как устройства, даже он, хотя вот этот самый популярный девайс, он, во-первых, не слишком быстрый, ну, хотя мегагерц, с другой стороны, у нас частота камня уже не мегагерц, а гигагерц. во-вторых, во-вторых, у него достаточно низкая относительная частота, причем, если мы хотим кварцевый генератор вот с такой, да, то мой товарищ, который подвоем господи, Михаил Рудаченко, который мне помогал готовить эти лекции раньше, он примерно прикинул, сказал, что если мы хотим вот такую точность, стабильность частоты у кварцевых генераторов, то он будет немножко с автобуса размерный, вот, в силу там некоторых причин. Вот, если мы хотим большую частоту, мы просто берем и домножаем, домножаем вот эту вот базовую частоту нашего кварцевого резонатора на определенное число, ну, понятно, вот у нас сигнал падает, а в результате множества он будет падать в два раза больше, так, раз, раз, раз. Понятное дело, что относительная стабильность при этом падает пропорционально, вот, поделили на два, она в два раза упала, а она же была относительной для предыдущей частоты. Такие дела. Вот. Ну, и вообще, чтобы импульс был короткий, стабильный, стабильный в смысле по времени, да, вот, не гулял, и это дело не простое, не зря, значит, вот тут упоминается генератор размером с автобусом, вот, а его еще нужно доставить, суметь прочитать из программы, включить обработчик, который это обрабатывает. Короче говоря, выясняется, что на самом деле вот таких простых вещей, которые мы с вами будем делать с таймером, это поверхность некоторая, некоторая верхняя часть этого айсберга, айсберг довольно большой, нижняя часть айсберга, это еще и что делать с таймерами в случае виртуализации. Вот я туда один раз заглянул глазками, понял, что я ужасаюсь этому, и что мы с вами ничего этого пощупать не можем, но вот в статье это тоже описывается, какие там. Значит, как уже было сказано, устройства времени нужны всем. Значит, устройства времени нужны всему, так сказать, по всему спектру нашей компьютерной архитектуры, начиная от вообще голого железа, потому что устройства запускаются по таймеру какому-то, по какому-то сигналу, да, или какие-нибудь звучащие устройства звучат, потому что они, значит, что-то делают с электрическим сигналом, преобразуют его в аудио. Вот. А, это уже, да, значит, управление внешних устройств, вследствие устройствами и, соответственно, со стороны процессора, это как раз таймауты, сигналы, поверевания, протоколы обмена, когда нам нужно записать байт, подождать строгое время, прочитать байт, потому что наш устройств так работает и так далее. То есть, уже не на уровне головы железа, на уровне процессора нам нужно, нужно какой-то, какая-то синхронизация по времени. Уже на программном уровне ядро, супервизор, планировщики, вот это все, тоже нужно иметь возможность обрабатывать события по времени. на уровне операционной системы, тоже нужно знать, допустим, запускать задания по расписанию, да, или смотреть, сколько какой процесс сожрал процессорного времени, чтобы, значит, устроить, потом сигнализировать операционной системе, что ядру, что у тебя дорогой планировщик, вот этого порази в правах, он тут слишком много съел. И даже на пользовательском уровне, конечно же, нам тоже нужно знать про время, потому что мы там хотим эффективность повысить, быстродействие, профилирование, смотрим, там столько-то, наша программа столько-то висела в таком-то классе, в таком-то методе, значит, вот этот метод надо оптимизировать, это же тоже надо как-то померить. Нужно всем. Ладно, значит, теперь давайте отпустимся немножко к конкретной реализации в риск файве. В риск файве есть спирт, вот такой, про то, как на уровне самом, как это, на самом низком уровне, на самом низком уровне, на машинном. Ну, у нас уровни перевернуты, самые низкие машины, потом супервизор, потом кернил, потом юзер, самый высокий уровень пользовательства. Ну, так вот, на самом низком уровне, на машинном. Есть регистры таймеров, вот, сейчас, он называется, он прям так и называется, мтайм, я думаю. Ну-ка. Ну нет, это не так называется. Да, вот они. Вот. МТ, МТ, МЦ, МП. Кстати, там же есть немножко рассказ, как это все программируется на Си и даже на С++. Люси, Ватсу. Короче, хорошие ребята, 5MD. Вот. Что это за регистры? Их там два. МТ, 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 МП. Тут какая-то неправильная ссылка. Ну, здесь нормальная ссылка. А, здесь должно быть статик. Секунду. А, нет, это рабочая ссылка, я соврал. Я соврал, это рабочая ссылка. Ну-ка, давайте посмотрю на нее. Да, рабочая ссылка. Ну вот, значит. Эти два, значит, это очень простая спецификация. В ней написано, что есть некий регистр. Это регистр NMIO, то есть соответствующий внешнему устройству. Как мы договорились, таймеры бывают совсем внешние, какие-то внутрипроцессорные. Это внешнее устройство. Скорее всего, это будет RTC. Ну, кто как. Сокращение меня пугало всякими дешевыми железяками, у которых вообще нет устройства под названием Real Time Clock. Или оно есть, но оно страшно тяжелое в доступе и так далее. А вот именно регистр NMIO, прямо привязан к какому-нибудь количеству тактов в процессоре. Но это скорее извращение, чем правило. Потому что в спеке написано черным по белому. Ребята, из всех таймеров, единственный таймер, который точно должен быть на NMIO, это NMIO. Потому что это внешнее устройство, к нему надо доступаться путем работы с NMIO, ожидания обмена и так далее, и так далее. Довольно тяжело и, кстати, не очень быстро. А если вы хотите более серьезные какие-то часики, таймеры и все остальное, пожалуйста, ставьте множитель, делайте регистр в процессоре, который будет отражать этот множитель, и вам будет хорошо. Они уже могут быть CSR-ами, они уже могут быть прямо регистрами процессора. Вот. Значит, этих регистров два. Это M-TIME и M-TIME-CMP. M-TIME это такой просто счетчик, в котором что-то тикает. А M-TIME-CMP это такой регистр по достижении... Такой регистр... Сейчас, дайте я по-русски скажу. Короче говоря, когда время значений M-TIME становится больше или равно содержимому M-TIME-CMP, происходит прерывание. То есть вы туда записываете число, когда M-TIME дойдет до этого числа, произойдет прерывание. Даже если по каким-то непонятным причинам, а это M-TIME, M-TIME-CMP, соответственно, этих причин быть вроде как не может. В момент аппаратной проверки внезапно кажется, что M-TIME-CMP меньше, чем M-TIME, то есть мы проскочили. Все равно произойдет прерывание так устроено, так написано в спикке. Вот. Да, какие есть регистры условно-как бы времени на процессоре? Количество циклов, внутреннее время, количество инструкций. Количество циклов именно циклов проделанных. А количество инструкций это количество выполненных инструкций. Вот эти три, это некое внутреннее время, непонятно в чем измеряющиеся, R-D-TIME. Сокращение, как человек, который работает с микроконтролем, говорит, если хотите другие внешние таймеры, делать их как периферию, присоединяйте к вашей машине, работайте через MEO как периферии, естественно. И таких таймеров можно наделать сколько угодно, внешние устройства. Ну мало ли какие часики вы хотите приделать, или не часики. Количество счетчиков, морганье лампочек, приделайте на здоровье. А внутренние они выглядят вот так. Значит, в RARSE нашем эти регистры тоже есть. Давайте мы их запустим. В RARSE такие регистры тоже есть. Вот они. INSTRED, где тут? Cycle и TIME, вот их три. Cycle, TIME, INSTRED. Да? Значит, cycle число выполненных тактов, TIME время в тиках, каких-то абстрактных тиках, напоминаю, это общее. Мы не требуем, в случае спецификации RISC-5 от таймера, даже от REALTIME-C, не требуем, чтобы он работал в секундах. Он работает в каких-то своих тиках, перевод в секунды, дело окружения, которое с ним работает. Вот. INSTRED это, значит, количество выполненных до конца машинных инструкций. Поскольку у нас 32-разрядная архитектура в случае RARSE, количество, ну, допустим, выполненных тактов, ну, и не в случае RARSE, а вообще в 32-разрядной архитектуре, очень быстро теряет монотонность и перебрасывается, понятное дело, потому что, ну, слушайте, выполнить, значит, 2-32 тактов, это как нифигде. Поэтому, как правило, у всех этих регистров существует второй старший регистр, который хранит старшую половину. RARSE не исключение. Вот. Видите, старшая часть Cycle, старшая часть Time, старшая часть INSTRED. И это все напоминает CSR, то есть регистры процессора, к которым можно быстро сходить с помощью инструкции типа CSR. Вот. Вот. Нет, значит, в предыдущей версии эмулятора, который я пользовался по курсу MIMS, таймера не было, я пользовался неким извращением. Вот. Где-то тут оно было, это извращение. А может быть и нет. Вот. Значит, а мы с вами воспользуемся RARSE, в котором есть прям внешний таймер под названием под названием Timer Tool. Вот. Это устройство, которое можно включить, подключить его к, значит, RARSE, так же, как мы подключали предыдущее устройство, и он начнет тикать. Вот. Давайте мы это сделаем. Вот. Вот этот TUNS, вот Timer Tool. Вот. Если его сказать Connect to Program и нажать Play, вот он начнет тикать. Раз у него там какие-то даже миллисекунды, видите, крутятся. Вот. Пауза. Из программы можно ходить к этим CSR конкретно. Не к CSR, он соврал, к MIMS, потому что это внешнее устройство. К его MIMS можно ходить и брать эти значения, а также запускать прерывания по таймеру тоже. Вот. Значит, маленькое замечание. Для домашнего задания сегодняшнего я модифицировал RARSE. В AppStream этот патч пока что не пришел, но на eJarge, где у нас будет проверяться домашнее задание, эта модификация есть, этот модифицированный RARSE можно скачать. Смысл в том, что если вы хотите выполнять ваши домашние задания не в графической оболочке, а из Команлайна, надо каким-то образом включить Timer Tool сначала. Вот. И этого кода в RARSE не было. Более того, он был плохо возможен. Оказалось, что там есть два разных, условно, два разных класса с процессором. Один из них, значит, при запуске из Команлайна, другой из них при запуске из ГУИ. И к процессу при запуске из Команлайна у него другая память, и там невозможно подсоединить этот Timer Tool. Я там, значит, делал всякие страшные хаки на Java, чтобы это заработало. Но оно заработало. Ну вот. Я не помню, кажется, четкой спецификации, где должен лежать регистр Time, TimeH, нет. Ну, они называются Time и TimeH. Обратите внимание, не MTime, не UTime. Вот. Кажется, Time лежит по адресу... Не так. Кажется, этой спецификации нет. Вот. 18 и 1B, они похожи, но это 18, а это 1B. Вот. Два адреса. Как включить прерывание по таймеру? Как всегда, способность делать или не делать какие-то действия, это внутреннее свойство процессора. Стало быть, нам нужно лезть в ЦСР. Вот. И этим занимается, естественно, регистр UEE, Interrupt Enable. UEE – это значит User Level Interrupt. Вот. Да, соответственно, а нету никакого MTM-CMP в РАСе. Сокращенец. Проблемы в этом. Значит, кажется, нету. Нету. Нету никого MTM-CMP. Вот. Значит, и регистр UEE, в котором, как и в случае обработки исключения, будет выставляться бит о том, что вот соответствующее событие произошло. Это событие будет называться прерывание. Вот. И, соответственно, у него будет статус там, кажется, не помню, сколько мы сейчас увидим. Да, и вот-вот-вот мы выскочили. Мы разрешаем обработку прерываний, мы вываливаемся в обработчик прерываний и выясняем, что это было прерывание по таймеру. Все. Из регистра UStatus. Вот. В остальном все то же самое. Утвек, лежит... В утвек, в РАСе, это единственный, никакого вектора, единственный регистр, где хранится обработчик прерывания, адрес. Вот. Для того, чтобы разрешить прерывание именно по таймеру, нужно включить четвертый бит в регистре UEE с помощью, помните, такая инструкция, CSR, set, один бит. Включить один бит в CSR. Вот. Это он. Не один бит, но биты соответствующие. Вот. Ну и, соответственно, в регистре UStatus нужно тоже поставить единичку, чтобы он, значит, сработал, включился. Это мы, значит, так разрешаем прерывание по таймеру. Теперь как сами прерывания по таймеру должны быть устроены? У нас есть регистр TimeCMPH и TimeCMPH. Мы туда записываем соответствующее значение, в эти два регистра. И когда регистр Time не этот, когда регистр Time тот, который все время путают с CSR. Не надо их путать с CSR, там, это разные вещи. Когда регистр Time, тот, который NMIO, достигнет его значения, записанного в CMMPH, случится прерывание по таймеру. Сейчас мы это сделаем. Вот. Да, CSRSI. Да, вот здесь вот ошибка. Здесь синтаксическая ошибка. Спасибо. Сокращение. Оказалось, что я скопипастил это из собственного кода, но нет, я это, видимо, пытался переписать. Это я был неправ. Вот. Ну что, видимо, пора запустить какой-нибудь простейший дурацкий код, который умеет обрабатывать таймер. Да? Да. Значит, смотрите. Важно, прежде чем мы запустим этот дурацкий код. Таймер срабатывает один раз. Протокол такой. Вы записали в этот самый в TimeCMPH что-то, время дотикало до этого TimeCMPH, случилось прерывание. Время пошло тикать дальше. Если вы TimeCMPH не измените, пока, значит, весь этот цикл монотонности и TimeCMPH заодно не пройдется, естественно, никакого повторного прерывания не произойдет. Соответственно, если вы хотите регулярно в этом протоколе вызывать прерывание, вы должны прямо в обоработчике прерывания добавлять в TimeCMPH какое-то значение, чтобы через это время прерывание произошло снова. Только значение должно быть не слишком маленькое, а то пока вы будете его обрабатывать, время до туда дотикает, и вы опять попадете в обоработчик буквально после выхода из него. И так будете делать всегда, а код работать не будет. Вот. Если этот таймер какой-то более сложный, развесистый, наверное, можно к нему предусмотреть регистр управления, куда вы записываете какую-нибудь единичку, и поэтому при достижении соответствующего времени счетчик сбрасывается, но это уже будут не часы, а что-то другое, да, вот, когда сработало прерывание, счетчик тут же сбрасывается, соответственно, вы можете не трогать, не трогать значение ЦМП регистра, да, а просто будет каждый раз этот счетчик с нуля до этого ЦМП ходить. Но у нас в ИРАРСе этого нет. Вот. Кстати сказать, поскольку действует правило, прерывание случается, как только выясняется, что ЦМП регистр меньше либо равен основному регистр вы прямо по факту запись в ТМЦМП можете вызвать прерывание, поэтому рекомендуется последовательное следующее. Сначала мы, значит, записываем в ТМЦМП наибольшее значение, чтобы пока мы записываем, нам же нужно два регистра обновить, не один. ТМЦМП и ТМЦМП-H. Ну, старшую половину, младшую. Не дай бог мы начнем обновлять с младшей. Тогда мы можем случайно записать в эти два регистра такую пару, которая будет меньше, чем текущее время. И хлоп, у нас работает прерывание. Поэтому мы сначала записываем наибольшее значение в ТМЦМП-H, в ТМЦМП, потом обновляем ТМЦМП-H, потом обновляем ТМЦМП не наибольшим, а тем значением, которое хотим. Вот, в идеале так надо делать. Иначе, вот, если напрямую писать вот без этого, да, в любой из этих моментов может, вот в этот момент, например, или в этот момент, может случайно сработать, нет, вот в этот момент, может случайно сработать прерывание, потому что текущему значению вот этого сдвоенного регистра ТМЦМП оказывается, оно оказывается меньше, чем значение времени. Такие дела. Вот. Плюс там еще есть целая куча всяких интересных моментов, вот замечание от сокращенца насчет того, что даже пока мы читаем, у нас может случиться обновление счетчика. Ну, мы прочли вот отсюда ноль, почесали репу, прочли отсюда значение, а тут уже не FF, потому что за это время таймер обновился, сюда приехала единичка, а здесь ноль. Взяли и прочитали два нуля в результате. то есть это чтение в случае 300-вых разрядного режима должно быть какое-то атомарное. Или, например, с защелкой. Вот. Седьмая строка. Давайте посмотрим. Я мог быть неправ. да, пожалуй, здесь ноль Т1, конечно. Спасибо, спасибо, это правда. Т0 тут вообще ни при чем. Это хорошо, потому что такой опасный момент. вот здесь, вот здесь должен быть Т1, да? Почему здесь написано Т0? Потому что я ошибся. Исключительно поэтому. Очень хорошо, спасибо большое. Ну вот, кажется, это все, что я хотел рассказать до того, как показать первый пример. Давайте посмотрим пример. А, нет, соврал. Давайте разберемся сейчас с укос и всем остальным. Итак, мы упали в обработчик, он у нас в разе один на все. Мы должны посмотреть в укос, что там должен быть знаковый бит. Если он нулевой, значит, это был обработчик ловушки, а если он был не нулевой, значит, это был обработчик прерывания. Соответственно, мы еще должны проверить, что это было прерывание именно по таймеру, и это второй бит в регистре укос. Вот эти два бита должны быть равны единичке, чтобы мы точно знали, что это было прерывание по таймеру. Вот. Если у вас много таймеров, возникает проблема, а от какого таймера это прерывание? для того, чтобы различать таймеры, у нас есть специальный регистр утвал, в котором хранится дополнительное значение, дополнительная информация о том, что произошло, и в этот утвал записывается какое-то значение относительно таймера в случае нашего таймер-тула, это 5-й бит, 4-й бит, 0x10, 16. Ну вот. Еще одно важный момент, о котором мы бессмысленно много спорили с сокращенцем, он меня не переведил. Помните, как обрабатывается исключение? После выхода из исключения нам нужно вернуться на следующую инструкцию, потому что та инструкция, которая вызывает исключение, скорее всего, еще раз ее вызовет, нам туда точно не надо. Так вот, после обработки прерывания нам нужно вернуться на ту же самую инструкцию. Это та самая инструкция, выполнение которой было прервано. Было приключение на другой контекст, и нам нужно вернуться в то же самое место. Соответственно, универсальный обработчик, который обрабатывает то и другое, после того, как он поймет, что у нас это обработчик прерывания либо исключения, выполнит немножко другой эпилог. Вот, в обработчике будет немножко другой эпилог. В одном случае он возьмет EPC, а в другом случае EPC плюс 4. Ну вот, после всего этого давайте скопипастим этот код, или давайте сначала почитаем код, а потом его скопипастим. Вот. Давайте почитаем код, а потом его скопипастим. Чем мы делаем? Ну, у нас есть немножко, да, этот пример, который я сейчас приведу, он минимальный и поэтому очень грязный. Во-первых, мы не смотрим значение регистра тайм, когда записываем тысячу в тайм-цмп. Это плохая идея. Если я в этот момент не включу таймер, в смысле, не так, если таймер был включен давно, в регистре тайм будет уже не тысяча, а гораздо больше. По-хорошему, надо было сначала прочесть из тайм, прибавить тысячу, записать в тайм-цмп. Во-вторых, мы не пользуемся здесь регистрами типа H, потому что RARS работает медленно и мы просто никогда не дойдем до такого значения страшного. Итак, мы что делаем? мы записываем в тайм-цмп. Да, еще счетчик у нас работает в одну миллисекунду. Вот конкретно этот RARS счетчик, он работает со скоростью в одну миллисекунду. Вот. В этот самый тайм-цмп мы записываем срабатывание нашего счетчика по достижению значения в тысячу, то есть через секунду. Дальше мы берем, записываем в утве кадрс обработчика. Дальше мы включаем сначала обработку тайм-цмп. перерывание конкретно в ИЕ и разрешаем собственные ловушки. С этого момента перерывания принимаются. Ну вот. Дальше мы начинаем писать какое-то число на экран. И это число это содержимое некой ячейки таймер, который будет наш грязный обработчик менять. раз в секунду. Что делает обработчик? Он берет время срабатывания таймера, увеличивает его на тысячу, записывает обратно. Напоминаю, что тайм-цмп это меню-регистр для обмена с таймером. Все. Вот и весь код. Давайте на него его теперь скопипастим и запустим. Так. Это очень плохой обработчик. Как видите, он портит регистры. Например, Т1 и Т0. А обработчики при любой ловушке не должны портить вообще никаких регистров. Мы помним это. Их надо было сохранить где-то, потом 0, короче, минимальный пример. Так. Сохраняем как уж не помню сколько. 35. Вот. Компилируем, подключаем к нам этот самый таймер-тул. Вот. Подключаем его, запускаем, ничего не происходит, везде 0. Говорим play, вот он пошел изменяться. И вот, пожалуйста, раз в секунду мы какое-то значение видим, вот оно. Видите? Вот. Да, тут, значит, сокращение напоминает одну важную вещь. Смотрите, этот, конечно, обработчик таймера, прорывания по таймеру совершенно грязный, вот, но одна важная вещь тут есть. Действительно, разумно не смотреть, когда вы прибавляете тысячу для того, чтобы следующую там через секунду прорывание произошло, не смотреть, а сколько сейчас у нас на самом деле лежит в регистре тайм. мало ли, может быть, прошло целых десять тысячных секунды, прежде чем вы начали это обработать, или даже больше. Если вы будете прибавлять вот эту тысячу к содержимому регистра тайм, у вас начнется на программном уровне гуляния, значит, времени, вернее, интервала прерывания, уж лучше, к тайм-цмпму прибавлять вот в тысячу, плюс тысячу, плюс тысячу. Да, у вас будет меньше инструкции за это, зато он хотя бы будет раз в секунду дергаться, а не раз неизвестно во сколько. Вот. Вопросы по этой части, пожалуйста, если есть. Вот такая простой код, вот он, правда, грязный, но вот он так делает. Включили прерывание, перезарядили значение тайм-цмп, и он раз в секунду вот туда выходит. К тому моменту, когда когда регистр тайм становится равным регистру тайм-цмп, или больше его. Вот. В RARS есть еще одно устройство, которое тоже умеет генерировать прерывания по часам. Это тоже таймер. Но не по часам, а по количеству выполненных инструкций RARS. Вот. То есть, вот этот самый Digital Lab, про который мы вам говорили, если у него есть управляющий регистр, у него, в который вы записываете неналевой байт, любой, вот, после чего эта штука начинает каждые 30 инструкций дергать прерывания. Вот. Точно так же мы его подключаем, точно так же с ним работаем. Вот. Удобство этой фигни состоит в том, что мы не по какому-то времени, которое вообще-то завязано, там, не знаю, на то, сколько методов Java было выполнено в данный момент. Потому что инструкции же они все эмулируются в RARS. Да? Вот. А эта штука четко раз в 30 инструкций вываливается в прерывание. Главное только не написать обработчик прерывание таким, чтобы он занимал больше 30 инструкций. Вот. Ну что, давайте попробуем. Значит, опять же, давайте поглядим поглядим на код. Это не ЦСР. Кто-то сказал, что это ЦСР. Это МИО. Почему ЦСР? А, давайте посмотрим. Ну, это, по-моему, это МИО всегда было. Какой ЦСР? Это ЦСР. Сейчас, секунду. Так, кто-то из нас соврал. Этот кто-то был я. А, нет, все, все, беру свои слова назад. Это, господи, это ЦСР работает с ловушками. Все, извините. затормозил. Вот. Значит, да, все то же самое. Код очень похожий. Да, мы записываем один байт в, по адресу 0F в 0,13. Вот. Значит, мы записываем туда один байт. С этого момента, как только мы врубим вот здесь вот, разрешение возбуждения ловушек, вот с этого момента начнется выбрасывание прерываний каждой 30 инструкций. вот. Соответственно, вот заведем специальную переменную каунт, куда будет обработчик записывать текущее время. Кстати, надо количество инструкций туда записывать, мне интересно. Ну, сейчас поправим. Вот. И будем его выводить по кругу, так же, как мы это делали в прошлый раз. И раз в 30 секунд это самое время должно обновляться. Раз в 30 инструкций это время должно обновляться. Можно даже, знаете, что сделать? Запустить это медленно, чтобы мы увидели, что вот, значит, эти инструкции прошли, а потом они обновились. Вот. Тут обработчик кажется чуть более, чуть более разумно устроен. Вот. Он не портит регистров. Обратите внимание, мы Т0 запоминаем в нашу безотказную скратч. Дальше. Загружаем в Т0 область для хранения обработки. Значит, стэк нам здесь не нужен, потому что предполагается, что повторного обработчика мы не войдем. Вот. Никогда. И дальше начинаем. Т1 сохраняем. А, нам только Т1 и нужен. Нам больше ничего не нужно. Сохраняем Т1 в эту область обработки. Вот. Значит, да. Дальше. увеличиваем счетчик на единичку этот каунт. То есть количество прерываний, которые мы выполнили, увеличиваем на единичку. Вот. Записываем обратно. А почему здесь написано АДИ? Скажите мне, пожалуйста. Не знаю. А давайте скопипастим и все поправим. Ой. Скопипастим и все поправим. Вот. Окей. Да нет. Зачем в Т0 что-то было писать? А, я знаю. Это нужно было для того, чтобы использовать этот регистр, потому что иначе бы он не понадобился. Это пример, когда мы... Ну, иначе мы могли бы обойтись одним Т0. Вот. Это, короче, искусственная штука. Ну, ладно. Извините. Я так иногда делаю, когда у меня фантазия отказывает. Понятное дело, что здесь можно было эту единичку в Т0 не класть. Ну, в Т1. Ладно, все, проехали. Давайте все по очереди сделаем. Вот это наш RARS. дисконнект на всякий случай. Да, делаем новый файл. Он будет у нас называться уже, не знаю, 36. Уже был 36. 37. 36. Все правильно. Вот. Что я хотел? Да, хотел, во-первых, убедиться, что он работает. Digital Lab. Connect to Program. Тут ничего не происходит, но мы знаем, что если записать вот по адресу F4F013, записать какое-то число, то этот Digital Lab будет раз в 30 секунд нас беспокоить прерываниями. Давайте попробуем. Вот, смотрите, вон как бешеный растет счетчик. А давайте мы по-другому сделаем. Давайте мы сделаем вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Бух! Ушел в прерывание. Выполненный тренсинструкцию, ушел в прерывание. Давайте еще помедленнее. Вот он работал, 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 работал. А, вот он ушел в прерывание. Сейчас, секунду. Вот он что-то печатает. Печатает, печатает, печатает. Сейчас, бац! Случилось прерывание первое. Дальше он опять работает. Сейчас 30 инструкций пройдет. Через 10 секунд примерно. Он работает. Шмяк! Ну где шмяк? О! Пошел прерывать. Ну, в общем, и так далее. Вот. Да, значит, смысл этого, такого вида таймеров, такого вида счетчиков, стоит в том, что он считает конкретные инструкции. Давайте попробуем это модифицировать. Для начала я не понимаю, зачем здесь написано AD, хотя можно было написать AD-I. Это, мне кажется, мне кажется, ненужная штука. А. Ну, там, 100 ворк, кажется, нельзя третьим параметрам цифру. Сейчас, погодите. Я не понимаю. А! Т0, Т1. Ну, короче, нет. Мне кажется, это лишнее. Давайте проверим. Мне кажется, что это наследие кода из Марса, из мипсового курса. Вот. Ну, потому что там не было таких инструкций, как мне кажется, как мне помнится. ВАЦ. Пробуем. А. Это слишком долго. Да, 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 все прекрасно работает. Ну, в общем, это правда. Это я просто скопипастил код еще из курса по мипсу, где таких инструкций не было. Вот. Теперь давайте попробуем туда записать... А, это просто каунт. Давайте попробуем туда записать значение вот этого регистра, который... счетчик инструкций. да, предположительно, он называется инстрет. Да, предположительно, предположительно, он должен расти раз в 30, ну, на 30 инструкций. Да, значит, вместо вот этого ЦСР. Он называется инстрет. А, а куда чего читается? Т1. Т1 инстрет. Вот. Ну-ка. 26. 44. 62. Почему не 30? А, это же инстретичное число, господи. Окей. Все работает. Так. Тут возникают интересные темы про отложенные прерывания. Тема вот какая. Смотрите. Вообще говоря, внешние устройства, в отличие от, скажем, ловушек, в смысле этих самых исключений, обладают таким паразитским свойством, что они свои прерывания, когда хотят, тогда и делают. Если у нас много внешних устройств, не только таймер, а много, очень велика вероятность, что несколько внешних устройств одновременно вбросит прерывания. Как их обрабатывать? Вариант начать обрабатывать одно прерывание, словить другое и внезапно начать обрабатывать другое прерывание, прерывание, плох сразу по многим параметрам. Параметр 1. Это очень усложняет сам процесс приоритизации, можно войти в бесконечный цикл. Параметр 2. На самом деле дизайн процессора вообще это не поддерживает. У нас один обработчик, в котором даже стек своего нету, но иногда он все-таки есть, но он один. Не хватало еще повторно входить в один и тот же обработчик, пытаться его выполнять. В общем, хорошая идея вообще не обрабатывать прерывание в момент обработки прерывания. Если мы вообще не обрабатываем прерывание в момент обработки прерывания, или если прерывания актуально одновременно произошли, то есть за один такт, то у нас в регистре статуса внезапно нарисовано сразу несколько битов. Такое это прерывание, сякое это прерывание, мы их все должны обработать. Вот. У нас есть специальный регистр, который называется UIP, Interrupt Pending, в котором как раз откладываются те прерывания, которые мы еще не обработали. Вот это мы обработали почистили, значит, соответствующий соответствующий статус, но в UIP все еще лежит вот эта битовая маска, которая описывает, сколько именно прерываний мы должны обрабатывать. Мы можем это сделать прямо в том же самом обработчике. Мы посмотрели в UIP, там три бита, отлично, три прерывания надо обработать, или там два. Вот. Мы можем плениться, сделать уред, тогда мы вывалимся в исходный код, и тут же сработает снова прерывание, потому что у нас UIP-то непочищенный, значит, у нас есть еще что, чего обрабатывать. Можем делать так, можно и так. Вот. В этом смысле довольно забавно, что прерывания, что называется, идемпотентны. То есть, если у нас внешнее устройство умудрилось за это время несколько раз попытаться добиться от нас, обработчика прерываний, то мы видим только один факт этого. И это тоже заложено в дизайн, потому что, если сделать по-другому, мы зароемся вот в этих, особенно в ситуациях, когда обработчики работают медленно, или когда перерывания наливаются быстро, мы просто зароемся в этих обработках. У нас они просто взводят бит, даже если 100-500 раз его взвели, пока мы его не сбросили, это одно прерывание, одна обработка. Вот. Так. Что еще? Сколько у нас времени? У нас дофига еще времени, а я уже дошел до конца. Это мне не нравится. А, я знаю. Я попробую поставить сюда новый Rars и показать, как он работает с командной строки. Значит, вот более сложный пример. Давайте его просто глазками почитаем, потому что он более сложный. Этот пример... Ой, что за утил с Ink? Что за утил с Ink? А он у меня существует на машине? Если он не существует, то я его никакого примера не проведу. Существует и в количестве. Вот он. Не в количестве. Он ровно единственный. Вот. Ну, там будут макросы по вводу-выводу, я так думаю, которые мы делали для предыдущих домашних заданий, мне так кажется. Так, давайте сразу посмотрим на обработчик. Что он делает? Ничего хорошего не делает, да? Он... А, он дергает только по... Он дергает... Он, короче, это просто обработчик прерывания по таймеру. Больше он ничего не делает. Вот. Кажется, он грязный. Он портит А. Прям портит его. А, х-процедуры. Х-процедуры – это сохранить контекст вызова в буфере. У вас. А хорритюрн, соответственно, вспомнить контекст из буфера. У вас. А еще в хорритюрне написано, приделаны эти самые даты, в которых что-то хранится. Мы сейчас посмотрим. Вот. Так что все хорошо с обработчиком. У него все, что нужно, уже сохранено. Вот этим макросом. Вот. Окей. То есть мы просто поддергиваем прерывания. Так, и что? А, мы смотрим в ЦСР, мы смотрим, что нам выдал Cisco Time, мы смотрим, что у нас лежит в ММО. Вот. И дергаем, и крутим его по кругу. Ну, окей. Пускай будет так. Теперь вопрос, что у нас еще написано? А больше ничего, да? Мы просто что-то, просто прибавляем в один. А, он из меня это один, да, получается? Стор, вот. А, нет, во ноль. А ноль это что? А. А, не понимаю. А! А ноль это ячейка, в которую что? Мне не нравится то, что тут написано. Я не уверен, что это работает. Не нужно ли было тут написать ЛА? Нет, не нужно. Ну вот, ладно, давайте запустим, вдруг поймем. Вот. Значит, это можно выключить, это был таймер ту, да, это был таймер ту, же. Вот. Сложный пример. Скопировать его, вставить его. Вот. Сохранить. Он называется 37. Вот. Значит, и сюда же надо этот самый притащить утилс. Так. Вот. Чтобы он заинклюдился. А там еще процедура. В домашней это мы выполняли. Громче? В какой домашней работе у нас был вот этот утилс? Я думаю, что, я думаю, что в этом самом, там, где нужно было эти фреймы сохранять, вот оттуда. Да. Я думаю, что там. Ой. Вот. Видите? Кадр. По работе с кадрами. Это вот процедура. Еще есть х-процедура, которая... А это, значит, утилс. Ну, там не только это, но и это тоже. Так. Ну, окей. Значит, окей, окей, окей. Еще раз пробуем. Вот она теперь собралась. А что она ничего не показывает? А, потому что нужно тут вот при сборке при сборке и сказать ничего не нужно. Нужно было вот отсюда собирать. Я туплю. Timer Tool включаем. запускаем. А, давайте встать время. Что-то она не хочет ничего такого говорить. Ладно, слушайте. А, вот он раз в секунду тикает. Ну, слушайте, это как-то не тот код. А, это, конечно же, не тот код. Я туплю. Господи, почему я такой тупой? 37-й же надо было компилировать. А почему нет хапросизер? Слушайте, ладно, не буду вас... Вот этот кусочек я, к сожалению, не успел отсмотреть. Видимо, его надо что-то с этим делать. Давайте я тут вставлю туду. Извините, что потратил ваше время. Мне кажется, мне кажется, это надо переделать. Жалко. Значит, давайте лучше, как я обещал, я расскажу про вот этот модифицированный RARS. вот, потому что, потому что это то, ну, на самом деле он не очень нужен, потому что вы, в принципе, можете запускать гуй, в этом гуй ставить руками эту галочку, включить таймер и все домашние задания делать так. Вот. Но мне кажется, было бы удобнее, мне кажется, было бы удобнее вот эту самую модифицированную версию запустить. А это что за пример? Ну, это еще какой-то пример. Не будем этим заниматься. Вот. Значит, это просто, просто файл. Вот. Это, он, это jar-файл на Java. Его можно запускать вот так, да. И туда, куда мы его положили, мы его положили, к сожалению, далеко и глубоко, но сейчас вот, вот, а просто в загрузке. Очень хорошо. Да? Вот. Значит, Java минус jar минус jar загрузки rars раз, 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 три. Вот. Так, но у него маленький, у него этот самый мелкий шрифт. Это, конечно, ужасно. Давайте я посмотрю, как это включается. Иначе мы ничего не увидим. как я накрутил-то всего. О, вот это надо включить. Чтобы увеличить размер букв в два раза. Ну вот, значит, с виду он ничем не отличается от того rars, которым мы пользовались сейчас. Шрифты тут другие, между прочим. Вот. Значит, с виду он не отличается, но если его запустить как-нибудь вот так вот, help, то у него в строчке вот в этой появится вот такая вот дополнительная командная строка вот так-то мы можем запустить любую программу, написанную на нами, чтобы она работала исключительно с командной строки, вход считался с клавиатуры, а вывод проводил на экран в rars. А так мы можем ее запустить еще и со включенным таймером. Вот. Какой там у нас из этих таймеров, из наших программ работал со включенным таймером нормально? 36 или 35? это был самый простецкий, а 36 это был пример таймер тула, не таймер тула, а этого самого Digital Lab. Значит, 35. Ну вот. Значит, если мы сейчас просто обычным rarsом запустим этот 35, то ничего хорошего не получится, потому что он не работает. Нужно написать что-то типа такого. rars, сейчас давайте я одну чтобы сэкономить ваше время. Оп. Вот. Да? Вот это все. ае, сэ, и еще ti. Так он работать не будет, будет выдавать исключительно нули, только 35. 35. Будет выдавать исключительно нули. Мы должны включить таймер tool. Таймер tool включается параметром ti. О! Пошло. Вот. то есть вот именно эта версия rarsus будет использована в, уже используется в e-judge нашем. Вот. Все эти ключи означают следующее, они все есть в help. Ае означает, что вывод ошибок будет происходить на стандартный вывод ошибок, потому что по умолчанию он происходит прямо в stdout в rars. Вот. А, нет, se2. ae1 означает, что что-то что при если сейчас сейчас мы узнаем еще раз значит ae1 ae1 означает, что в случае, если ошибка произошла rars не просто заканчивается, а возвращает exit status 1, потому что по умолчанию он этого не делает. вот. n чего-то там nc означает, что он не выводит копирайт при старте вот эту шапку я rars мне написал такой-то чувак sm означает start main помните global main вот это вот все а me me означает а me означает месячный на стдер а что такое se2 в таком случае a а в случае если ошибка внутри rars да simulation error если assembler error если ошибка при компиляции то exit status 1 а если simulation error уже внутри там какое-нибудь переполнение еще ничего-то такое то exit status 2 вот что означает эти ключи эти ключи в общем-то не так страшны вот без них можно и прожить да а вот ti который я придумал это timer tool он включая означает что раз запускается сразу со включенным и присоединенным там как есть вы нажали кнопочку connect и play вот ну вот и тогда значит наши домашки будут работать значит дать теперь про домашки чуть-чуть поговорим на этом видим и закончим значит домашки еще не готовы до конца как обычно вот простая замачка на обработку таймера который будет составлять состоять в чем-то вот таком в чем-то вот таком только разумным и с проверкой что вы не 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 в обработчике ничего не портите вот ее еще не написал а дальше у вас будет такая интересная тема попытаться с помощью прерывания по таймеру сделать многозадачность ну точнее двух задач у вас будет программа программа которая будет получать шесть параметров адрес одной задачи время работы адрес второй задачи время работы второй задачи то есть на какой таймер заряжать да адрес задачи которая в конце будет вывезена потому что мы должны какой-то статус вывести и время через которое нужно запустить эту самую завершающую задачу то есть зарядить на таймер туда вот предположительно что задачи не используют стек чтобы нам не нужно было в обработчике таймера каждый раз значит что-то делать с ним со стеком вот не используют они стек вот алгоритм обработки работы обработчиков очень простой переключаем задачу на другой контекст выставляем таймер равный кванту работы этой задачи когда приходит время завершения вернее вот а когда мы выясняем что все вот они поработали сколько надо наступило время когда нам надо заканчивать мы просто выполняем завершающую задачу как бы не выходя ниоткуда это вот как раз относительно убеждения сокращенца что из обработчика прерывания можно не выходить можно мы просто дергаем завершающую задачу выполняем ее она завершается понятно да мы переключаемся между контекстами а когда наступает время когда нам нужно просто закончить мы просто вызываем код закончить и больше ничего не вот первая и вторая задача работают бесконечно завершающая задача по окончании работы занимает вызывает и колл-10 прямо из кернил смысле из обработчика никого это не волнует а нет не из обработчика мы переключаемся на нее так что все нормально ну вот есть футер который приклеивается к тесту вот футер это футер то есть это то что в конец но мы помним который собственно заполнил вот у нас таск таск а таск б они ничего не делают они просто увеличивают на единичку значение соответствующих двух этих самых ячеек вот и таск и ендинг который таск c который выполняется он просто берет значение этих вот в этой третьей задачи которая выполняется в конце берутся значения вот этих переменных которые наши таски увеличивали и выводятся предположительно если у нас интервалы времени разные они у нас разные не помню и нет а коды саму и не то конечно нету предположительно что если у нас интервал интервалы времени разные то и количество размер вот этих счетчиков после того как мы подергаем эти задачки тоже будет отличаться в этом смысле вот java работает конечно отвратительно там примерно раза в два может отличаться значит значение но общее сравнение то та задача у которой квант времени больше должна набрать больше счетчик чем то у которых времени меньше она конечно общее значение проверяется вот примерно так видеть 1 2 вот и вторая задачка вернее ну да на 3 будет это универсальный к хандлер который умеет обрабатывать одновременно прерывание исключений то есть он там как что-то 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 очень тупо простое давать он ничего не делает кроме того что говорит какой значит если это было прерывание по таймеру то какой таймер был использован у нас ровно один да а если это было исключение то просто регистр указ больше ничего он больше ничего не делает этот обработчик но он должен уметь и то и другое и возвращаться значит в нужные места вот собственно все значит здесь футера пока нету я его сделал вот будет будет три задачи вот такая вот домашка вообще-то кода не так уж много как кажется вот но он такой кропотливый вот здесь есть вопросы спрашивайте нет вопросов но тогда видимо все это значит то о чем мы поговорили сегодня вот в следующий раз будем разговаривать уже про прерывание от всевозможных реальных внешних устройств и на эту тему уже задачек на и джадж которые можно запустить и проверить на тестах не будет потому что это внешнее устройство будут всякие интересные типа консольки где консоль к вот консоль к который работает по прерыванию вы кнопочку нажимаете происходит приживание вы это самое ну короче такая вот интересная тема с консолькой задачки по следующему тоже будут но это все будет потом все наверное все тогда всем кто был спасибо спасибо сокращенцу который который тут активно участвовал в нашем чате вот ну и до новых встреч все я надеюсь что не сильно утомил то есть люди как-то вареные сидят до пример дурацкий я знаю надо будет его сделать попроще это правда вот вот такое количество коды на сэмблере он не очень большой с точки зрения сэмблера он не очень большой